Итак, добрый день. Сегодня мы с вами занимаемся добавлением элементов декора. Будет еще второе видео вспомогательное для взаимодействия построения рустов, различных архитектурных и декоративных элементов через модель в контексте. Сейчас мы с вами научимся, как заменить цвет материал, и добавить материал у наших стен, и научимся делать вставки элементов из другого материала. Так, предположим, если у вас там между окнами есть вставка из дерева, либо из декоративного камня и так далее. В первую очередь поступил вопрос о том, что не объяснил, как добавляется ограждение на тот же самый балкон. Если это рассматривать обычный наш балкон, я удалю ограждение, которое у меня было здесь, и на плане второго этажа, вот у меня был контур балкона, я поставлю эскиз траектории нашего ограждения. Функция построения линейная. Я буду выполнять его со смещением относительно моей плиты перекрытия. Необходимо использовать, учитывать, что если просто обычное металлическое ограждение, достаточно смещения 20 мм. Если у вас ограждение с деревянными порочнями, может быть и 50, и 80, и так далее. Смещение относительно плиты перекрытия делается для того, чтобы оно у вас не упало куда-то на ниже стоящий уровень. Но оно, чтобы у вас стало смотреть. Итак, я выполню построение. На данный момент могу чисто сначала по контуру замоделировать. П-образный профиль. И теперь я выполняю смещение относительно моего контура на 20 мм. Ну, могу воспользоваться функцией перенести. Так как у меня обычно это ограждение, выполненное из металла, 20 мм. Можно сразу же взять с запасом. 50 мм, предположим, выбрать, или 80 мм. Как вам будет удобнее. 20 мм. 20 мм. Смещаем. Смотрю в трехмерном виде. Вот мое ограждение. Нажимая на зеленую галочку, соглашаюсь с выполнением данного действия. Строится наше ограждение. Если по каким-либо причинам оно у вас случайно сместилось на ниже стоящий уровень, привязка у нас с вами осуществляется при помощи выбора новой основы. Подсветить ограждение. Функция выбрать новую основу. Выбираем плиту, либо там у лестницы у кого-то может ограждение разбежалось куда-то. Кто изменял лестницу по прошлому видео. Так смещается у нас ограждение, так строится ограждение. Продолжим. Как у нас с вами задается различный материал для наших стен дополнительный. Либо как красятся у нас с вами стены. Но с функцией краска мы еще с вами сегодня поговорим. Сейчас меня интересует, как мне покрасить весь дом целиком, либо частично на различные сегменты. Это осуществляется добавлением в сборку нашей стены штукатурки. Штукатурки базовой 10 мм, которую вы уже можете подобрать любой цвет, который вам будет необходим. Подсвечу любую стенку. Либо я мог перейти во вкладку архитектура, стена архитектурная, и выбрать стенку наружную мою, чтобы ее отредактировать. Либо опять же нажму Escape, подсветил просто наружную стенку, потому что я ее поменять потом могу, и у меня привязки никуда не убегут. Итак, я нажимаю изменить тип, копирую название. В название ставлю кирпич, либо плюс, либо и штукатурка, штукатурка, прошу прощения, штукатурка, у меня просто три раскладки клавиатуры, штукатурка 10 мм. Окей, захожу в структуру своей стены, нажимаю вставить еще один материал в сборку. В данном случае функции у данной штукатурки будут такие же, как у нашего кирпича. Отделка 1. Толщина 10 мм. И дальше вы можете использовать уже материал тот, который необходим. Я буду добавлять штукатурку. Если вы используете дерево, подбирайте толщину согласно деревянного бруса, который вы найдете либо в интернете, либо в самом программном комплексе. Насколько я помню, минимальная толщина деревянного бруса это 50 мм. Не забывайте, что стенка у вас визуально очень хорошо расширится. Итак, штукатурка. И буду использовать данную штукатурку. Отделка 1. Штукатурка 10 мм. Соглашается с выполнением данного действия. Вот у меня сразу же стала одна стена штукатурной. Я цвет могу потом поменять в библиотеке материала, выбрать другой оттенок, который штукатурки я захочу. Напоминаю то, что выбирается оттенок нашего материала. Зайду опять в стенку. Изменить тип. Структура. Зайду в материал штукатурки. И во вкладке представления я могу выбрать оттенок. И задать тот оттенок, который я захочу. Ставлю галочку на оттенок и могу задать тот оттенок, который мне будет необходим для моей штукатурки. Также можно было это выбрать. Цвет достаточно кислотный получился. Сейчас я его немножко поменяю. Мне все-таки не нравится. Что-нибудь понежнее. Оттенок. Что-то такое будет. Сейчас меняется пространство модели. И я увижу то, что оттенок моей стены уже получился. Но такой цвет детской неожиданности не очень устраивает. Также можно было поменять материал у самой штукатурки. Зайдя во вкладку. Управление. Управление. Материалы. Здесь найти штукатурку и поменять и вид. Не изменяя его в стене в самом. Она автоматически поменяется везде. Дальше хронология здесь такая же. Предполагаю то, что у меня первая часть моего домика, первый этаж, будет выполнена напрямую этими же самыми стенами с использованием штукатурки. Выделил я их. В одном из прошлых уроков я показывал. Подводим курсор к стенке. Нажимаю один раз тап. Нажимаю левую клавишу мыши. У нас выделяется весь внешний контур данного этажа, к которому был подведен курсор. Еще раз. Подвожу курсор. Нажимаю тап. Нажимаю левую клавишу мыши. И в панели свойств просто выбираю сборку той стены, где у меня использовалась моя штукатурка. Вот таким вот образом. Вверх я могу сделать и с добавлением дерева. Опять же его добавить. Рассмотрим тот случай, когда вам необходимо сделать вставку в стене из другого материала. Из какого-либо. Мы с вами не будем вырезать часть стены. Мы просто будем графически заменять материал. Точнее это, по сути дела, покрасим материал под необходимый. Если у вас частично здание выполнено с использованием каких-либо дополнительных элементов, вставки, дерева, декоративный камень и еще что-то, они отражаются в пояснительной записке. В общий каркас они не включаются. Максимум это можно и включить в условное обозначение, когда уже в дальнейшем будут на чертежах. Итак, как все это работает? Рассмотрим два случая. Когда вам необходимо под окном вставить вставку элемента из декоративного камня. Можно изолировать, можно не изолировать данную стенку. Можно смотреть на нее просто спереди и выполнять все это построение. Я заизолирую ее, зажатой клавишей Ctrl выделю окно и выделю стенку, в котором было окно. Ну, на примере между окнами представлю графически несколько изображений. У вас может быть там вставка деревянная, еще какая-либо. Какую вы посчитаете нужной. Итак, воспользуюсь функцией, нажму на очки, временное скрытие, изоляция и изолирую элемент. Вот он. Вот мое окошко. Я вижу то, что окошко мне нужно смещать. Ну, либо редактировать семейство, по высоте его ставить меньше. Высота, пускай будет 1800. Иначе оно врезается в перекрытие. Это уже ошибка. Вот таким вот образом. Теперь я на видовом кубе нажимаю на вид своего окна, чтобы смотреть на него спереди. По сути дела, периметикулярно плоскости размещения самого окна. Я думаю, это понятно. То есть, не сзади где-нибудь смотреть, но если вы хотите сзади здание покрасить вставками элементов, то это тоже можно. Я буду спереди и смотреть, соответственно, смотрю спереди. Дальше что я сделаю? Перейду во вкладку «Изменить». И меня интересует команда разделения грани. Разделение грани как раз вырезает участок по контуру, необходимый для выполнения вставки элемента из другого материала. Потому что если я сейчас воспользуюсь командой «Ниже краска», я буду красить всю стену целиком, и с этим могут быть проблемы. Итак, разделение грани. Что мне дальше необходимо? Нажать на грань своей стены. В данном случае советую подводить курсор ближе к внешней любой границе. Вы увидите то, что стенка у вас визуально, вот я вижу, что она начинает подсвечиваться синеньким цветом. Ее контур. Нажимаю левую клавишу мыши по стене. Перейду в данном случае в скрытую линию, чтобы вы могли видеть. У вас получается два контура. Рыжие граничное значение нашей плоскости, в которой мы с вами рисуем эскиз. И, по сути дела, сейчас никакого еще дополнительного нет. Сейчас появятся у нас эскизные линии. Если бы я просто в стене делал вставку элемента из другого материала, любой формы, предположим, круг, этот контур должен быть обязательно у меня замкнутый, если он ни с какой стороны не касается тех же самых наших граничных значений, то есть рыжих линий. Сейчас покажу на примере. Вот у меня будет контур замкнутый, соглашусь. Этот элемент я могу покрасить. В трехмерном виде я его увижу. Я его также могу подсветить и удалить, если мне не нравится та форма. Но верну его назад. Второй момент. Если вам необходимо под окном, ровно чтобы стыковались элементы, при разделении грани, вам необходимо воспользоваться функцией разделения грани. Опять выбираем контур, который нам необходимо рассечь. И в данном случае, под окном, мне всего лишь нужно довести эскизные линии до граней рыженьких. Вот таким вот образом. Во всех остальных случаях, если вы просто вставляете какой-либо декоративный элемент, любой формы, там какой-нибудь овальный рисунок, еще чего-то, любой рисунок, любая проекция, и она не касается рыжих линий, главное, чтобы он был замкнутый. В случае построения под окном, под дверью, там на всю стенку с первого этажа до последнего, да, я мог заизолировать не только первый этаж, я мог и последующий этаж также заизолировать. Мы с вами делаем просто линиями до пересечения с рыжим контуром, соглашаясь с выполнением данного действия. И теперь у меня третий раз вылетел в компьютер и постарался создать цветовую гамму, такую же, которая была, вылетает у меня, собственно, без сохранения, не Revit, а весь компьютер. Возможно, когда-нибудь я его обновлю. Итак, что мы с вами делаем теперь? Мы разделили на грани, как задается у нас краска. Опять же, функция краска. И мы с вами оказываемся в стандартной библиотеке наших материалов, из которой я могу выбрать необходимый наш материал. Пускай у меня будет низ покрашен той же самой вишней, ну, либо дубовое покрытие. Подсвечиваю просто необходимый элемент и нажимаю левой клавишей мыши по грани, которую я разделил. Опять же, подсвечиваю, выделяю грань. И нажимаю «Готово». Если вы просто нажмете функцию «Готово», то у вас, естественно, закроется эта панелька с выбором материалов. Напоминаю то, что все материалы, у нас в краске только основные, а их достаточно мало, вы сможете найти, перейдя во вкладку «Управление», «Материалы» и добавить сюда библиотеку из дополнительных, которые вы видите по умолчанию скрытым. Я обычно работаю как? Создаю новый материал, даю ему обозначение какое угодно, предположим, переименовать, там, дерево или декоративный камень. Декоративный камень. Открываю дополнительную библиотеку материалов, и здесь набор очень большой. И, соответственно, добавлю отсюда какой-либо камень. Камень, пускай будет мрамор, ну, гранит. Нет, мрамор пускай добавлю. И нажимаю на две стрелочки. И закрываю окно. Я вижу по представлению, то, что у меня уже добавился тот же самый мрамор. Теперь я могу воспользоваться функцией краска. Краска. И выбрать мой... Закрываю случайно на окно. И выбрать мой... Тот же самый декоративный камень. Дир камень. Вот у меня будет уже мрамором выполнен. Конечно, цветовая гамма не очень. Я лучше поменяю у штукатурки ее цвет. Пускай она все-таки останется белой. Стандартной. Чтобы она стала белой, я могу просто отменить функцию построения нашего оттенка. И она у меня автоматически задастся по материалу, который изначально был во вкладке представления. Восстановлю исходный вид. Вот таким вот образом вы минимально украшиваете свой проект. Можно покрасить добавлением штукатурки. Можно вставить элементы из другого материала. И сейчас будет дополнительно еще про русты поговорим. Отдельным видео. Спасибо, что были тут. Сейчас будут русты.